Ноги на ширине плеч, на плечах голова, начинается утренняя зарядка. Первое сентября не исключение. Взбодриться и придать сил на весь учебный день. Сегодня помогут руководители движения стрик-воркаут Сергей Михнин и две юные спортсменки. И между прочим, рекордсменки России по подтягиванию и подъему с переворотом на турнике. Сестры Даша и Маша Корякины. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Ну, перед тем, как мы приступим, хочется узнать у тебя, Сереж, в школе ты был таким же спортивным. Да, всегда в физкультуре были только одни пятерки, всегда со спортом в ногу и всегда были спортивными ребятами. Молодцы. Утром, как известно, вставать неохота, особенно тем, кто идет в школу. А вот с чего можно начать? Как взбодриться? Какие упражнения какие-то разминочные? Вот это вот начало самой зарядки. Мы должны просыпаться, как маленькие дети, всегда с улыбкой, всегда счастливыми. Ну и, конечно же, мы должны думать о себе, о своем здоровье и должны зарядить организм. А как? Мы можем показать. Давайте приступим. Сюда. Вот мы встали. Угу. Так, Сергей, показывайте, мы будем повторять. Мы встаем. И самое элементарное, это придать трос мышцам. Повченки, присоединяйтесь. Это круговые движения. В сторону, плавные, без рывков, ровно дышим. Шесть раз в одну сторону, шесть раз в другую, не доводим до головокружения. А если в шее что-то хрустит, это нормально? Значит, мы просто крепко спаем. На самом деле, да, мы поэтому плавненько делаем. Работаем плечевым суставом, также шесть раз в одну сторону. А вообще, сколько по времени должна быть зарядка? Ну, если мы говорим про утро, а точнее, да, если говорим о том, что нас поднять-подняли, а разбудить-не разбудили, то буквально пять минут для того, чтобы мы были в тонусе. Это повороты, плавные, без резких движений, для того, чтобы наш организм растянулся, насытился кислородом и улучшилось кровообращение. Основные упражнения – это такие, как приседания. Тянемся назад, коленки за носочек не выходят, и мы приседаем. Ручки можно перед собой, буквально раз в десять. Много мы приседать не будем. Ты Даша с Машей отлично получается. О, они профессионалы. Им приседать не впервой. А сейчас мы встаем на такой ширине, чтобы наши углы, наши ножки были ровно 90 градусов. И потихонечку. А, вот так вставать, да? Уже непросто. Это чуть-чуть усложняет задачу. Утром мы должны сделать столько, чтобы, конечно же, мы не вспотели, как на тренировке, чтобы мы могли одеть чистую нарядную одежду. Да, и хотелось бы, чтобы некоторые не на каблуках этим занимались, да, Витя? Конечно. Ну, конечно. Но дома, как правило, мы находимся сейчас в босиком. У меня задача посложнее. Молодцы. Мы поотжимаемся. Отлично. Ладонь под плечом. Это любимое серьезное упражнение. Да, да. Я уже вижу. И вниз. Плавно вверх. Девчонки-то. На выдохе вверх. Отжимаются. Вверх. И буквально пять раз. Последний. Молодцы. Ручки встряхнули. Девчонки, а вы можете продолжать. Вы же знаете, что дальше делать, да? Сергей, мы забыли вас спросить, чем должна заканчиваться зарядка? Каким-то бегом, может быть, ходьбой? Нет, зарядочка может заканчиваться именно потянули мышцы. А, растяжка. Потянули мышцы к себе. Вот такие большие мышцы. Мы тянем. Понятно. Да. Небольшая растяжечка. Все, прилили по всей мышце кровь. Стряхнулись. Попили водой. И мы готовы. Спасибо. Спасибо. Я чувствую, мне жарче стало. Ну, с девчонками, конечно, поговорим. Вам. Значит, Даша у нас 10 лет, да? А Маше у нас 5, правда? Да. Даша, ты в каком классе? Пойду в пятый. Пойдешь в пятый. Отлично. В школе знают, что ты уже занимаешься спортом, что ты такая вся спортивная, серьезная спортсменка? Ну, да. Некоторые знают, с которыми я хожу на тренировки. Ну, и так друзья тоже знают. А вот те, кто знают, они тебя не боятся? Ты же сильная, сильнее многих. Ну, нет, мы с ними дружим. Отлично. Еще хотелось бы спросить, вот Маша, Маша с собой любуется. Ну, конечно, отражение в телевизоре отвлекает. Маша, скажи, пожалуйста, вот ты в школу когда пойдешь? Через 2 года. Через 2 года, конечно. Вот как ты думаешь, вот занятия спортом помогут тебе в будущем хорошо учиться? Да. Отлично. Сереж, вы уже добились таких больших результатов с девочками, установили рекорд России. Что впереди, какие планы? Девочки молодцы, они уже положили свое начало, они установили рекорды России, да. В свои маленькие юные года они уже достигли великих вершин. Но это всего лишь начало, и поэтому мы готовы тренироваться, развиваться и делать из них всемирных чемпионок. Какой у девочек настрой? У меня боевое, а у Маши... А у Маши? Тоже боевое. А любимые упражнения у вас какие-то есть? Ну, у Маши любимое упражнение это выпрыгивание. А у Даши? А у Даши отжимания и выпрыгивание. Вот так вот все друг про друга они знают. Сергей, я думаю, многие ребята хотят повторить успех Даши и Маши. Как попасть в ряды? Как записаться на воркаут? У нас есть номер телефона 69072, есть воркаут-центр, который находится на Мельникате 123-3. Приходите, приезжайте, общаемся, смотрим. Берем детей с 7 лет и добиваемся результатов вместе. Действительно, на практике уже показано, что детишки научились подтягиваться, отжиматься, повысили ОФП. Это только минимум. Они должны это уметь, они должны это делать. Так что не получайте детей, подавайте им пример, покажите, что это есть, и они последуют примеру Маши и Даши. И зима, а холодное время года не помеха, правильно? Конечно же. Тепло, уютно, светло, хорошо и прекрасная атмосфера. Замечательно. Всех с праздником, всех с первым сентября. Мы разогрелись, нам здорово. Девчонок пора отпускать, потому что Даша на линейку, она же у нас в пятый класс, да? В пятый класс. Успехов тебе в учебе, ну а тебе в будущей учебе и в спортивных, конечно же, успехов. Спасибо большое, что зарядили нас энергией на все утро.